Отдохнули, к школе приготовили и успешно приступили к учебе. Лето оказалось для оренбургских ребят весьма насыщенным. Сначала их ожидал активный отдых в лагерях, а затем подготовка к школе. О том, как это было, расскажем сегодня. В этом году отдохнуть могли более 200 тысяч детей и подростков. Около 113 тысяч детей оздоровились в лагерях, загородных, санаторных, палаточных, с дневным пребыванием, а также труда и отдыха. Из них около 77 тысяч детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. На Черноморском побережье России отдохнули более 1170 детей. На летнюю оздоровительную кампанию, вообще на кампанию 2015 года, было выделено средство 866 миллионов. То есть, всего отдыхом и оздоровлением детей в 2015 году, включая площадки кратковременного пребывания, трудовую занятость, нахождение деток в трудовых лагерях, палаточных, санаторных, оздоровительных. Составляет около 98% детей школьного возраста, которые, по статистике, проживают на территории нашей Оренбургской области. При этом организация отдыха не окажется финансово неподъемной, поскольку семьи имеют право рассчитывать на квоты. Существует две формы государственной поддержки. Это сертификат и компенсация. Сертификат – это именной документ, который выдается для приобретения путевки. Компенсация – это возмещение части затрат, которое оплачивается родителям, если они самостоятельно приобрели путевку за свои деньги. Сертификатная система у нас с 2013 года введена в месяц компенсации. Для того, чтобы получить государственную поддержку, родители должны обратиться с заявлением в комплексный центр социальной защиты населения. Это родители, которые не работают, которые находятся в трудной жизненной ситуации, многодетные семьи, малообеспеченные семьи. Те же родители, которые работают, то они обращаются непосредственно к своему работодателю, которые составляют солодную заявку, прилагают к ней заявление родители и эту заявку отправляют в полномочий орган. У нас установлена уже на 2016 год средняя стоимость путевки в санаторные, в загородные лагеря, в лагеря дневного пребывания стоимость одного дня. То есть по сравнению с этим годом стоимость путевки возрастет примерно на 5%. Однако об отдыхе своих детей родителям необходимо позаботиться заранее. Заявочная кампания у нас уже стартовала с 1 августа, закончится она 1 декабря. Те родители, которые по какой-то причине не получили информацию о заявочной кампании, в принципе могут обратиться и после окончания заявочной кампании, но они уже будут поставлены в общую очередь, то есть в порядке высвобождения код. Если другие родители будут, которые участвовали в заявочной кампании, будут отказываться от получения сертификатов, либо на получение компенсации. Проблем с оформлением заявок также не возникнет. Все процедуры довольно прозрачны. Вся контактная информация, сведения об оздоровительных учреждениях у нас находятся на нашем сайте Министерства социального развития, где родители и работодатели могут ознакомиться с образцами заявок, заявлений, со всеми сперечными документами, которые должны быть представлены родителям для получения государственной поддержки, а также контактные наши телефоны. И пока одни отдыхали, другие готовились к началу учебного года. Стоимость школьной формы, тетради и учебников для некоторых семей оказывается большим бременем. Им на помощь приходит акция «Соберем ребенка в школу». На протяжении ряда лет у нас на территории всех муниципальных образований области проходит акция «Соберем ребенка в школу». Целью этой акции является оказание социальной помощи при подготовке к школе детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это малообеспеченные семьи, многодетные семьи, семьи социального риска. Последние два года к этим семьям прибавились семьи граждан Украины, которые прибыли на территорию нашей области в экстренном массовом порядке. К акции активно привлекаются различные ведущие предприятия, организации, рынки, торговые комплексы, индивидуальные предприниматели, неравнодушные граждане. На базе комплексных центров социального обслуживания населения организованы пункты по приему благотворительной помощи. В итоге в этом году собрать к школе удалось почти 12 тысяч детей. Из областного бюджета выделено более 2 миллионов. Обычно оренбуржцы также готовы помогать. Оказывается натуральная помощь в виде канцелярских товаров в школе. Это обувь, это школьная форма, это спортивная форма. Все зависит от нуждаемости семьи. У нас большое количество предприятий, которые всегда из года в год оказывают помощь. Есть граждане, простые граждане области, которые несут и канцелярские товары, и какие-то предметы первой необходимости для школы. Это спортивная форма, школьная форма, может быть, из бывших употреблений даже. На этом акцию «Соберем ребенка в школу» не собирают останавливать и готовы в дальнейшем набирать обороты. Естественно, мы каждый год будем эту акцию проводить, потому что она действенная, потому что мы видим результат. У нас очень много семей, очень много детей получают эту помощь. И надеемся, что увидим отклик от тех предприятий и организаций, которые участвуют в этой акции в последующие годы. Мероприятие-то с каждым годом становится все более обширным. Оренбург проверил инициативу 12 лет назад, область подхватила, и во всех муниципальных образованиях сейчас проводятся такие акции. Я считаю, что это очень здорово. Спасибо вам всем!